Библейский портал экзегет.ру представляет в предыдущей шестой главе, где говорится про старца или азар. Он отказался есть этого жертвенное мясо, свиной к тому же, но более того, отказался делать вид, что он его ест, когда на самом деле он ел бы какое-то другое, свое собственное мясо. И в чем смысл этого поведения? Отказываться от нарушения отеческих законов означает прославлять Бога. И седьмая глава более подробно объясняет все это. Случилось так, что исхваченных вместе с матерью семерых братьев, которых царь принуждал отведать запретные свинины, истязали плетьми и бичами. Тут, посмотрите, прямо сам царь присутствует, хотя царь довольно далеко, может быть, это такой символический вариант, то есть кто-то из посланцев царя. Тогда один из них, взявшись говорить от лица всех, сказал так. О чем ты хочешь спросить и выведать у нас? Мы готовы скорее умереть, чем приступить отеческие законы. То есть он говорит, ты нас пытаешь. Обычно пытают для чего? Чтобы узнать что-то. Но мы расскажем про отеческие законы, но мы их нарушать не будем. Разгневавшись, царь велел раскалить сковороды и котлы. Как только их раскалили, он приказал отрезать язык тому, кто говорил за всех, и, содрав у него кожу с головы, отрубить ему конечности на глазах у остальных братьев и матери. Довольно жутковатая глава, здесь эти подробности будут перечисляться. И, конечно, воображение тут надо как-то немножко притушить, читая эту главу, иначе совсем тяжело. Уже совсем беспомощного, но еще дышащего царь велел поднести его к огню и жарить на сковороде. От сковороды пошел сильный запах, а братья вместе с матерью призывали друг друга достойно умереть, говоря так. «Господь Бог взирает на нас, и поистине Он милосерд к нам, как и Моисей объявил в своей песне свидетельство перед лицом народа, и над рабами своими умилосердится». Слушайте, какое милосердие? Вот все, что угодно, но только не оно. Значит, есть что-то еще. Значит, вот эта страшная смерть – это не финал. «Когда первый скончался таким образом, на глумление вывели второго. Содрав у него с головы кожи вместе с волосами, его спросили, будешь есть, а то твое тело начнет терзать член за членом. Он же в ответ сказал на родном наречии – нет. Потом и он, в свою очередь, принял пытку так же, как и первый. Уже на последнем издыхании он сказал – ты, душегуб, лишаешь нас жизни сегодня. Но зато царь мира нас, умерших за его законы, восстановит, чтобы навеки возродить нас к жизни». То есть, вот в чем милосердие. Мученичество есть переход в вечность с Богом. До христианскую пору это уже стало известно. «Пусть у него стали глумиться над третьим. Когда у него потребовали язык, он тотчас его высунул, бесстрашно вытянул вперед руки и сказал с достоинством – от неба я это получил ради его законов, этим пренебрегаю, надеясь получить от него обратно. Вот вера в телесное воскресенье». «Тогда и сам царь, и те, кто был с ним, поразились, сели духа юноши, который страдания не ставил ни во что. Когда скончался этот, точно так же пытали и терзали четвертого. И он, уже находясь при смерти, молвил так – «Люба, принимая смерть от людей, получая упование от Бога, он восставит обратно, а вот ты не восстанешь для жизни». Мы не очень себе представляем, что он имеет в виду, что вообще не будет воскресенья для нечестивцев, или что будет воскресенье не для жизни, а для чего-то другого. Но в любом случае мы ясно видим, что они все исповедуют веру не просто в бессмертие души, но в телесное воскресенье. К Новому Завету уже иудеи пришли с этой верой. Следом привели и стали терзать пятого. А он, глядя на царя, сказал, «Хоть ты смертный, имея власть над людьми, ты делаешь, что пожелаешь, но не думай, что наш род оставлен Богом. Погоди, и увидишь его великую силу, когда он станет пытать тебя и твое семя». Ну, соответственно, власть Бога, она распространяется на весь мир, и она шире этой ситуации. Вот что такое заставляет мученика пережить эти все страдания? А то, что не сводимо к этим страданиям то, что происходит, будет продолжение. «После этого привели шестого. Готовясь умереть, он сказал, «Не обманывайся попусту, ведь мы страдаем из-за своих прегрешений перед нашим собственным Богом, поэтому с нами произошли такие небывалые вещи. Но ты не думай, что останешься безнаказанным, дерзнув бороться с Богом». И одновременно мучения – это наказание от Бога за их грехи, да, то есть они все это принимают. «Но превыше всех достойно восхищения и доброй памяти была мать. Видя, как всего за один день погибли семеро ее сыновей, она доблестно переносила это, уповая на Господу. Каждому из них она взывала на родном на речи, исполненные возвышенных мыслей, пробудив мужскую решимость у женские суждения». Соответственно, вот она решима как мужчина, да, сказала им так. «Не знаю, как вы появились в моем чреве. Не я подарил вам дух и жизнь, не я привела первоначало в каждом из вас встроенный порядок. Поэтому творец мира, который вылепил бытие человека, изобрел бытие всех существ, милосердно вернет вам нещадящим самих себя ради его законов и дух и жизнь». То есть мать говорит, что не понимает, как они в ее чреве образовались, как развивались, как родились, как вот не было человека и стал человек. Это знает Бог. Значит, и в будущем он даст им возможность, даст им новую жизнь, даст им новое тело. Антиох же думает, что к нему проявляют презрение. То есть царь, хотя очень трудно себе представить, что он лично присутствовал при стязаниях, ну, в принципе, их могли туда к нему привезти, в Антиохию. А может быть, это такое символическое некое повествование, то есть в присутствии неких царских посланников их пытали, как бы в присутствии самого царя. Антиох же думает, что к нему проявляют презрение, подозревая хулу в их речах. Младшего брата, еще оставшегося в живых, принялся уговаривать, причем не просто словами, но и клятвенными уверениями, озолотить его и счастливить. А если он отступится от обычаев отцов, принять его в друзья и доверить ему важные должности. Ну, друзья царя – это должность, собственно говоря, ближнего круга, да, такое там, совет министров, политбюро или как еще это назвать, кадровый резерв. Но поскольку юноша не обращал на это никакого внимания, царь, подозвав мать, стал уговаривать ей, чтобы она посоветовала от руку спастись. После долгих его уговоров она согласилась убедить сына. Дальше вот речь матери к сыну, которого уже пытают, но скоро убьют совсем. Склонившись над ним, она посрамила свирепого тирана, так сказавшую на родном наречии. Вот отдельно подчеркивается, что они говорят, наверное, по-арамейски, хотя, может быть, и по-древнееврейски еще говорили, не по-гречески, что вот сам язык становится частью их богопочитания. Пожалей меня, сынок. Девять месяцев я носила тебя во чреве, три года кормила тебя грудью, воспитала тебя, вырастила и взлелела до этих твоих лет. Прошу тебя, детятка, взглянув на небо и землю, окинув взором все, что там есть, узнать, что не из сущего сотворил все это бог, и так возник и род людской. Вот очень важное для будущего христианского богословия представление о творении экс-нигилю из ничего. Это тоже важный момент, потому что для греческой философии как раз творческое начало у божества присутствует, но материя, как правило, понимается как нечто вечное. То есть бог приводит существующую материю в некоторый упорядоченный вид. Она говорит, не было ничего, и бог все это произвел. И поскольку бог творец, то ему и надо воздать эту славу, то все в его власти. Не бойся этого палача, но будь достоин братьев, и прими смерть, чтобы, по милости бога, я вновь обрела тебя вместе с твоими братьями. Ну и, соответственно, мученическая смерть – это вход в Царство Божие. То есть там они встретятся заново. И для них уже это очевидность. Едва она умолкла, как юноша сказал, что медлите, не покорюсь я царским повелением, а покорюсь повелением закона, данного нашим отцам через Моисея. Ты же, изобретатель одного за одним всяческих зол для евреев, не избегнешь рук Божьих. Мы-то страдаем из-за своих собственных грехов, если ради наказания и воспитания живой Господь ненадолго на нас и разгневался, то он снова примирится с рабами своими. А ты, полный кощунства и меж людьми гнуснейший, поднявший руку на детей неба, не возносись попусту, распаляя себя обманчивыми надеждами. Ведь не избежал ты еще суда вседержителей Бога-свидетеля, нашим братьям, претерпевшим на нем недолгую муку. Выпал по завету с Богом жребий в вечно текущей жизни. А ты, по Божьему приговору, понесешь за спись свое заслуженное наказание. Я же, как и братья, отдаю и душу, и тело за этические законы, прося Бога, чтобы скоро смилостивился он над своим народом, и чтобы ты в испытаниях и страданиях признал, что только он и есть Бог. Вот еще очень важный момент, который тоже станет в христианской традиции таким постоянным, это молитва мученика за мучителей. За то, чтобы и их это его мучение убедило. Все слова мученик по-русски это не очень точно, потому что по-гречески там «мартиус» — это свидетель. То, что он претерпевает мучения, да, это важно, но это вторично. А первично то, что он свидетельствует самими своими страданиями и своей готовностью умереть о вере в Бога, о величии Бога. И здесь он заодно излагает, собственно говоря, вот эту мысль, почему можно вот так вот бестрепетно умирать. «И пусть на мне и на моих братьях прекратится гнев вседрожителя, справедливо павший на весь род наш». А здесь вот скорее ветхозаветное такое отношение к наказаниям от Бога, как к такой коллективной ответственности иудеев, то есть я умираю, чтобы искупить грех своего народа. Но так он не говорит, да, и это было бы, ну, несколько юридическим воззрением с нашей точки зрения, потому что, ну, искупитель у нас один, у нас мученик, он не тот, кто своими страданиями покупает благополучие для остальных, но тот, кто принимает вот эту страшную смерть и тем самым освящает имя Бога, тем самым он действенно молится ему о прекращении гонения, обо всем подобном. «Разгневанный царь обошелся с ним еще злее, чем с остальными, потому что уязвлен был таким его презрением. Вот так и этот, целиком положаясь на Господа, принял смерть неоскверненным, а последний после сыновей умерла мать. Про мать даже не говорят, мучили ли ее, умерла ли она просто от вот этих переживаний, и может, она вообще прожила еще какое-то время. Вот и все, что следовало сказать о вкушении доложертвенного и неслыханных пытках». Тяжелая глава, но что же пойдет у нас дальше? А дальше у нас пойдет война. Война за избавление и освобождение. Но очень важно отметить, что для автора книги маковейское восстание – вещь второстепенная, хотя этому восстанию посвящена книга. А первостепенное – это вот скорее мученичество, скорее готовность людей умереть, но не предать отеческих законов. Побеждают на самом деле они. Все, что происходит дальше – военные победы маковеев, долгие, сложные – это скорее следствие. Вот не случайно здесь последний брат говорит, «Пусть на мне и моих братьев прекратится гнев седрожителя». С этого момента начинается история побед. Не очень простых, не очень быстрых, но история побед. Значит, переломный момент книги – это вот на самом деле седьмая глава. Глава, где и часть шестой, где рассказано о мученичестве, где иудеи, которые, ну, собственно говоря, вынуждены к этому выбору, принуждены к нему действиями власти, выбирают закон Божий, а не личное благополучие. До этого мы видели очень много историй про то, как делали они ровно противоположный выбор. Выбирали выгоду, власть, сведение счетов с врагами, но только не исполнение Божьего закона, и отсюда все бедствия. Как только становится иным выбор, пусть не всех, пусть нескольких человек, о которых здесь сказано, становится иной судьба иудейского народа.